Ну что же, всем снова привет, я продолжил играть в To The Moon, точнее в ее дополнение. Собственно здесь никакого виду, игра сразу начинается, поэтому немножко подождем. Мужик прям самурай. Почему-то в корпорацию с зеркалью закидали помидорами. Нет. Входом осел. Я смотрю на счет них. Засранец вернее. Привет, Ева. Зайди в мой кабинет, у меня кое-что. Нил, ты где? Совещание началось, час назад. Что? Идиота кусок. Постой-ка, сегодня нет никакого совещания. Ага, я не дурочка. Два раза за день, серьезно? Кроме того, это даже опасно. А что если бы таз ударил меня по голове, не опрокинувшись? И ты сделал так, чтобы он ударил по голове меня? Это не одно и то же, ты твердолобый. Ну, один раз я тебя уже разыграл, и прости за то, что дал тебе шанс сравнять счет. Если серьезно, загляни ко мне, я хочу кое-что тебе показать. Только дай мне сначала немного времени. Не хочешь пойти вниз на корпоратив, поздороваться со всеми? Может попозже? Если пойдешь, захвати мне выпить. Так. Это тебе в кабинет похоже идет. Ладно, пойдем вниз. Мне сказали. Нет, идем вниз. Что? Просто вспомнил, не могла бы ты принести мне торт и что-нибудь выпить? Как ты узнал, что там будет торт? Торт есть всегда, и я его хочу. Так иди возьми, я тебе не служанка. Ну так что? Нил? Я думаю... Слушай, мне некогда, я перезвоню. О, привет, Ева. Рокси, ты в порядке? А? О, ну, мы вышли наружу, чтобы забрать кое-что из машины, и... Ну, ты понимаешь. Снова они, да? Что ж, так всегда в это время года. Слушай, не говори остальным, ладно? Не хочу, чтобы из-за этого все были в напряжении. Может, там уже никого не будет, когда мы будем расходиться? Надеюсь. Пошли посмотрим, как там остальные. Идем дальше на корпоратив. Виллис, похоже, что Логан подкатывает к твоей даме. Подожди, что? Она никуда не денется. Ну, не знаю, Виллис. Логан поет, словно ангел. Правда? Ах да, Виллис, я слышал, он еще и прелестный танцор. Серьезно? На моей голове всего три пряди, но каждая хочет побить его на парковке. Ну, хорошо, как по мне, вы все слишком сильно запутали. Все слишком сильно запутали. Знаешь, что меня бесит, Лиза? Мы можем иметь воспоминания, а я не могу сделать свои волосы не стойкими, как у Логана, не шелковистыми, как твои. Ну да, это трагедия. Классный билет. Так, нужно торт попробовать захватить. Не берется. Слушай, я знаю, что сложно не думать об этом, но переживание ничего не изменит. Знаю, но... Какие пожелания твоего последнего пациента? Что? О, ну, она мечтала посмотреть мир. И она посмотрела? Да, мы ей все показали. Даже я мельком глянул те места, где никуда не бывало. Она была так счастлива. Похоже, она была вам действительно благодарна за все, что вы сделали. Ты помогла многим людям, Рокси. Уверен, если бы они могли говорить, они бы тебя поблагодарили. И то, что сейчас происходит снаружи, не изменит этого факта. Думаю, ты права. Мне правда лучше, когда я об этом думаю. Спасибо, Ева. Сейчас праздник, не дай им испортить настроение. Ева, душа моя. Добрый день, Тайма. Знаешь, ты никогда не отвечаешь на мои письма про племянника, которые я присылаю тебе. Я прикрепил его фотографии и все такое. Ну, спасибо, но я просто не смотрела. О. Дело в этом мальчике не ли, не так ли? Что? Нет. Я предпочитаю разделять личную профессиональную жизнь. Ух ты, тогда есть всякая причина, почему мой племянник подойдет тебе. Вы вдвоем будете жить счастливо. Пойдем, сходим все-таки к Нилу, там типа все в порядке. Что у меня там случилось, интересно. Еще звук, конечно, странный. Нил. Занятый. Интересно, что он там делает? Блин, не могу просто оставить свой дневник здесь. Уберу-ка я его подальше, пока никто не увидел. Она ведет дневник. Интересно, что она пишет. Все еще занято. Закрыто. Скорее всего, мне позвонит, наверное, нужно будет. Что-то интересное. Занято. Тьфу, закрыто. Хорошая попытка, но в этот раз никаких тазов с водой. Все хорошо? Ты какой-то отрешенный. Что? Да, все нормально, я в порядке. В любом случае, я почти закончил. Я позвоню тебе, как будет все готово, Ева. Ладно, пора за работу. Ладно, пойдем обратно. Там, наверное, тоже... Да, там все закрыто. Пойдем, дублтем на корпоративе с остальными. Привет, Ева. Привет. Как прошел последний выезд? Я слышал, ребята столкнулись с некоторыми трудностями. Все хорошо. Всего лишь бюрократия во всей своей красе. Но я сейчас стараюсь забыть о работе. У нас все будет еще полно. Черт. Мы тут стоим и обсуждаем наши вкусы касательно картин раннего стиля Барокко. Они все хороши. Да? Да, хороши. Кто еще остался? Подарки? Рождество. Что-то я только сейчас обратил внимание, что Рождество. Так, с кем мы еще? Все-таки не болтали. Не знаю, что мне делать, Ева. Раз мы сегодня все в сборе, Эдди позволили выпить. Но теперь он никак не замолчит. Может, ему просто нужен собеседник? Да, этого я боюсь. Окей, ладно. Может, как-нибудь кофе нужно? Вот. И не. Вот, и сейф. Не могу дождаться очередного снегопада. Так, снег, ладно. Так, кто это? Не выходи, пока наружи, Ева. Знаю, Рокси мне сказала. Настойчивые мерзавцы, похоже, они тут надолго. Не рассказывай остальным, Ева. Может, они разойдутся. Думаю, да. Будем надеяться. Опа. Да. Все готово, Ева. Приходи, как сможешь. Окей, Нил. Бегу как только могу. Прям... Я бы сказал, вы вся горю. Горит, точнее. Ева. Интересно, что он там наделал. Закрой дверь. Ам, зачем? Зачем? Затем, что компьютер можно использовать только для работы. Помнишь? Если Рок увидит, то скажет. Снова ты оплыниваешь, Нил. Бро. Как громко. Не знаю. Что это? Вот, садись. Помнишь? Пожалуйста, скажи мне, что ты сам его сложил. Расслабься, их там были сотни. Да и не похоже, чтобы Лили с детьми нашла им применение. Но тебе-то он зачем? Чтобы разбудить твои воспоминания, например. А теперь запускай программу. Не знаю, хочу ли я. Ой, да ладно тебе. Я так старался. Грустя. Вот. Нажмите Enter, чтобы начать. Что? Та-дам! Это же просто-напросто неуважительно. Да ладно тебе, видеоигры вид искусства. Они давным-давно утверждены законом. Да, но из-за этой игры закон могут отменить. Говори, что хочешь, Ева, но ты ведь его даже не играла. Еще. Давай, попробуй. Ладно, жмем прям. Должно просто по лабиринту ходить. Зончик. Ну конечно, молодец, если он написал такую игру сам. Зомби Ева. Ха-ха-ха. Припоминаешь? Конечно, он припоминает. Часайте воспоминалки. Часто больше ничего. Ну, достаточно легко. Все. Опс. Поехали. Ой, 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 ой. Так, там точно ничего нету. Вспоминай всякие игры. Что это такое? А, это оливки. Он же их так любит. Упс, они беда. Ну, почти бессмертные. В повторении истории. В принципе, это сложно. Так, ну я думаю, сначала наверх надо сходить. Упс, не беда. Как я всегда говорю. Вот таких, как я был предусмотрен. Так, я там ничего не забыл. Хех, я тоже делал подобные игрушки, когда было в твоем возрасте. Упс. Что за... Как мило. Вот эта летающая голова, это ты, Нил? И давно вы, ребята, тут стоите? Похоже, ты тут опять отлыниваешь. Ох, я же говорил, что он так скажет. Выметайтесь из кабинета, это мое личное пространство. Кыш-кыш. Видишь, Ева, вот что происходит, когда не закрываешь дверь. Неплохо бы размять ноги, только сейчас понял, что ты не принесла выпить. А ты пока можешь играть. Ладно, пойдем. Так, что это? Так, там ничего. Так, там тоже ничего. Упс, как так? Нежданчик, я бы сказал бы. А если. Ой, нет, это молоточки. Надеюсь, мне не придется так же скакать. Не пришлось. Ривер. Это что, вот конос нарисованный, квадратик, похоже, да? Из-за того, что картинка маленького разрешения плохо видно было, но ладно. Ага. Сейчас будет босс. Все, берега. Какая без комментариев. Ева точно в лифте родилась. Не в своем кабинете. Дверь не закрывает. Она все закрыла. Эй, ева, ты что? Нет, ладно. Кофе, он же кофеман. Кстати, куда она дневник, интересно, спрятала. Да и вообще, куда она делась, интересно. Так, другие кабинеты не открыты. Ну, пойдем вниз тогда, что что? Опять. Хотя, по идее он с ней должен был пересечься. Пс, нил. Есть что, поиграть. Ищешь Ева? Да, как ты узнала? Я видел ее в зале, она чем-то огорчена. Подожди, почему ты думаешь, что это я виноват? Ну, когда я смотрю на твое лицо, я чувствую, что ты... Ты бы меня сильно бесил быть моим напарником. В хорошем смысле. Да как это вообще может быть хорошо? Забудь, слушай, спасибо за информацию. Пойду посмотрю наверху. Так, если честно. Интересно, как Нил вообще попал в эту организацию? Так, это ничего. Слушай. Ты не закончила игру. Я достаточно прошла. Только не говори, что ты расстроен из-за зомби Ев. Ты же сама их сделала, разве не помнишь? Это же просто шутка, да брось. Я бы спросил, с каких пор ты такая питчевая, но ты понимаешь. Подойди сюда, Нил. Ударишь меня? Я занимаюсь кара-кунг-фу, ты же знаешь. И говорю тебе, мои руки словно молнии. Даже я себя не контролирую. Ого. Рекордный сбой еще, не так ли? Рокси сказала, что они здесь с самого утра. Полная самоотдача за просто так. Когда я устраивался на работу, думала, что меня будут уважать. Исполнение желаний, все такое. Но те, кто нам благодарны, уже мертвы, а те, кто нас поддерживают при смерти. Может, тебе не нравятся мои методы, но я все делаю для своих пациентов. И для твоих тоже, чаще чем хочется. Ради того, чтобы твою глупую задницу не выперли. Да, ты молодец, это целый подвиг. Думаешь, они правы? Что? Все эти люди, они стоят за то, что, по их мнению, правильно. Ну, я надеюсь, что они ошибаются. Но что ж там, у каждого свои убеждения. Да, их много, но не забывай, что и на нашей стране немало людей. Помнишь, Лили? Они не откровенны с нами, ведь те, кого все устраивает, обычно ни о чем не волнуются. Но нам стоит помнить, что они есть. Помнить каждого пациента, что мы посетили. Помнить, какие усилия мы прикладывали, и как они покидали этот мир с улыбкой на измоченном лице. Иногда, вот это минутное мгновение счастья, то, ради чего мы все этим занимаемся. Ты что, пьян? Нел. Эй, я просто перефразировал чушь Боба, перестань. Но послушай, если нас спросят, есть ли нам какое дело до клиентов, думаю, есть, хоть на малую долю, в тот самый момент, за секунду до смерти. Этого тебе достаточно? Иногда я в этом не уверена. А что насчет тебя? Ты счастлив на своей работе? Ну, я счастлив хотя бы потому, что мы рубим бабло. Не знаю, как у тебя, а у меня просто крышу сносит. В Бокале я такое говорю. Черт, нужно отдать 5 центов за пластиковый пакет. Да вот вам чертов, вот так. А, вот вам четвертак. Вот так и живу. Черт, вот так. Знаешь, игра, которую ты сделал, она не такая уж и ужасна. Я весь внимание. Ну, то есть, графика, конечно, древняя, слабый геймплей, но... Я удивлена, что ты все еще помнишь про Джонни и Ривер. Да, извини за Зомби-Ев. Но, эй, ты должна пройти до конца. Все Зомби-Евы собираются вместе и становятся героями, которые все исправят. Это правда? Абсолютно. А еще там всякие фейерверки, помпоны и Джонни... А Джонни и Ривер скандируют твое имя. Хм, думаю, тогда стоит уеду пройти. Стой, 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 давай не будем торопиться. Игра никуда не убежит, ты можешь ее пройти через... Одну, нет, две недели. Алло? Спасибо за скидку, но нам сейчас не нужна элитная уборка снега. Зашифруй свой номер телефона, это избавит от большинства рекламщиков. Просто шутка, нам только что позвонил пациент при смерти. Подожди, что? Вас понял, мы скоро будем. Ты серьезно? Да, давай, нам нельзя опаздывать. Нельзя шутить с такими вещами. Ты серьезно? Нил? Ну, жутковато, конечно. Как зомби, прям. Такое небольшое расширение сюжета. В принципе, то, что они делают... С одной стороны... С одной стороны... Хорошо. Потому что, ну... Умирать с чувством... Что пожил не зря, как бы... И, без сожаления, скажем так, это... Дорогого стоит, скажем так. Но, с другой стороны... По сути, они занимаются же обманом. Такие вот мысли. Надо будет пройти еще... Вторую дополняшку. Ну, на этом... Всем пока-секе. Субтитры сделал DimaTorzok